Привет, друзья! С вами Светлана. Сейчас я переставляю пяльца в своей работе и подумала, а почему бы мне и не сделать такой небольшой промежуточный отчет по своему любимому Dimensions, процесс который идет у меня с огромным удовольствием. Напомню, называется он Lovely Victorian Home или Милый викторианский домик. Все данные набора вы сейчас видите на экране. В общем, у меня было видео о начале этого проекта, процесса, как угодно можно назвать. Ну и теперь я покажу, что у меня есть на сегодняшний момент. Да, это не очень много, но по моим меркам немного, потому что я обычно привыкла вышивать гораздо больше и гораздо чаще, но весна, она такая весна, много солнца, много прогулок, много разных приятных хлопот, забот и все такое прочее. Ну, вы понимаете. Поэтому на вышивку остается немного времени, но я его с огромным удовольствием посвящаю этому домику, вот любую свободную минутку. Знаете, я так оголодала, проголодалась по вышивке, по Dimensions, что получаю, ну, наверное, максимальное удовольствие, которое вообще можно получить вышивая. Хотя, не знаю, я всегда вышиваю с удовольствием, но в этот раз просто наслаждаюсь каждым полукрестиком, каждым стежочком. Да что я говорю? Процесс очень милый, очень простой. Вот меня часто спрашивают, с какого проекта можно начать свое знакомство первое с Dimensions. Так вот, если вам нравится этот сюжет, если он находит отклик в вашей душе, то вот это вот как раз очень простой, очень приятный процесс во всех отношениях. Четырнадцатая Аида, напомню. Здесь она у меня цвета айвори. Я вышиваю по перевыпуску набора и ничего не меняю, потому что мне интересно посмотреть, как эти материалы в работе, но никаких нареканий, никаких претензий у меня нет. Я наслаждаюсь проектом. Значит, по количеству цветов здесь их тоже немного, всего лишь 26 цветов. Блендов тоже не очень много. Я сейчас не скажу точно, сколько их, но их, поверьте мне, их немного. Их, по-моему, здесь всего-то нет. Семь блендов, но тем не менее, они не доставляют сложностей. И, конечно, очень много полукреста. Посмотрите на эти ветви, на эту листву, на эти деревья. Вот здесь это все, конечно же, полукрестик. Он идет в четыре нити, а в небе, вот здесь голубой цвет, это в две ниточки. Больше, чем в четыре сложения, полукреста здесь нет, поэтому процесс не доставляет никаких сложностей. На 14-й аиде, ну, не знаю, я очень люблю полукрест, и я люблю именно вот такой полукрест, когда сделал стежок, и он практически закрывает всю клеточку, и, ну, не требуется другого, да, полукрестика в обратную сторону, чтобы как-то вот полноценно закрыть работу. В общем, удовольствие, как говорится, гарантировано. Но я еще сама субъективно за собой такое чувствую, что я очень соскучилась по зеленой вышивке, по зеленым оттенкам, и поэтому вот в этом дизайне я просто-просто-напросто отрываюсь. Схема здесь, напомню, очень приятная для глаз, она достаточно крупная, на такой полуглянцевой бумаге. Сейчас Дима выпускает свои новые наборы на такой бумаге, вот я свою весеннюю фею вышивала с нее же, и перевыпуск, видимо, вот тоже используется эта бумага. Для меня лично она не играет, вот ее глянцевость, никакой роли, потому что я не зачеркиваю схему, я никак на схеме не отмечаюсь, и вообще Димовские схемы для меня самые читабельные, самые удобные, я очень хорошо в них различаю значки. Единственный нюанс, этот набор достаточно старенький, он выпускался давно, и известно, что Dimensions любитель использовать в старых наборах одинаковые значки разных цветов. Вот, например, здесь есть значок Е, русская, ну и английская, черная, есть Е, голубая. И вот таких нюансов здесь встречается достаточно много, или вот, например, вот эта буква, да, вот, ну, какая-то греческая, да, синенькая и черненькая. Поэтому нужно быть достаточно внимательным, но для тех, кто вышивает Dimensions часто, это уже не представляет никакой угрозы, никакой сложности, ну а те, кто только знакомится с Димом, должны будут иметь это в виду. А в целом дизайн очень прост, домик вот этот вышивается крестиком, здесь очень большой участок вышивается белым цветом, белых ниточек было положено в набор очень много, вот этот значок J, это все белый цвет, вы знаете, я его оставила на закуску, потому что мне было неинтересно вышивать белым по светлой Аиде, и я засекла, у меня ушло на зашивку вот этих белых фрагментов, только на этом участке две с половиной пасмы белого цвета, вот как-то так. Покажу, как у меня организован проект, очень просто, как всегда, я взяла маленькую, совсем маленькую, эту пластиковую коробочку, здесь у меня хвостики для обрезков, значит, ну ножницы сверху лежат, тут запас иголок, ну вдруг не хватит, потому что я каждый значок делаю на отдельной иголке, мне так удобно, и, соответственно, втыкаю его в свои бобинки, бобинки тоже собственноручно мною сделаны, мне нравится этот дизайн, потому что на него удобно наматывать, очень много наматывается по сравнению со стандартными ДМСовскими и прочими бобинками, короче, мне так удобно, на ней же я пишу цвет, значки, которые обозначаются, ну в общем, все данные у меня есть, бленды у меня организованы вот таким образом, кстати, вот прикольный бленд, да, из темно такого, ну какого-то угольного цвета с бледно-лиловым, тоже каждый значок имеет свою иголочку, вот таким образом я и организовываюсь, вот другая часть блендов, покажу, как это выглядит, вот такие вот здесь бленды симпатичные, ниток, как вы видите, еще очень много, очень много зеленого цвета, потому что впереди у нас ждет вот эта поляна, тут тоже много полукреста, но темно-зеленые участки, это все-таки крестик, вот эти вот елки я еще не вышила, или деревья, в общем, впереди у меня много интересной работы, поскольку здесь, ну явно у меня половины нет, это однозначно, схема, кстати, у меня на двух листах, и вот по ним-то и можно сказать, что половины нет, вот вторая половина схемы, которую я пока не использую, использую только ключ с полукрестом и блендами и бэкстичем, а вот первая половина, так вот, здесь у меня не вышита вот эта часть полностью, тут осталась крыша, в принципе, я могу вот сейчас переставляю пяльцы и думаю, откуда мне идти, наверное, я пойду вот с этой части, буду вот здесь дошивать ветки и пойду вот так вышивать крышу, я не знаю, буду ли я склеивать листы или не буду, в принципе, я всегда склеиваю, чтобы переход, да, там не был виден, ну, чтобы было удобно, но здесь вот такая схема, здесь как раз граница крыши, я не знаю, есть ли надобность или нет, может быть, даже и не буду заморачиваться, со склейкой вот дошью, как есть половину схемы, и приступлю уже к следующей, к следующему листику, в предыдущем видео я рассказывала о том, что мне понравилось выдергивать ниточки из органайзера, из родного, димовского, что на них мало оставалось клея, я даже думала как-то вот повыдергивать их и перемотать на бобинки, но выдернув одну пасму таким образом по одной ниточке, я поняла, что мне проще убиться веником, терпения не хватило, и мне не понравилось, как эти нитки лежат вместе, вот знаете, когда я повытаскивала по одной нитке и потом их сложила в пасму, пасма не получилась такой вот плотненькой, скрученной, вот как она обычно, поэтому я решила оставить эту затею в прошлом и избавилась от органайзера родного стандартным методом, я просто отклеила вторую половину и вот так вот аккуратно тоже повытаскивала нитки, так тоже остается очень мало клея на них, но вот сейчас она у меня к картонке к родной из набора приклеилась, пусть так и будет, но не знаю, зачем он мне нужен, он мне вот сейчас этот органайзер абсолютно не нужен, ну может быть кому-то подсказать, сколько пасм должно быть в наборе, может быть такая информация пригодится, ну кстати вот да, чтобы вот не повторяться, это можно увидеть на видео, поставив на стоп-кадр, все, не буду на этом больше заострять внимание, сейчас у меня такая организация простая, как я уже говорила, вышиваю я на пластиковых пяльцах, вот сейчас у меня было вот так где-то, да где-то так я вот вышел вот этот кусочек, и мне остается перейти вот в эту сторону, я конечно работу свою прогладила, чтобы показать вам ее в процессе, ну чтобы приятно было смотреть и фотку сделать парадную заодно, я поскольку я не размечаю, поэтому таких проблем у меня не было, но вот сегодня когда гладила канву, я глажу с обратной стороны, с изнанки, кстати за одну изнанку мою посмотрите, не ради хвостовства, а просто знаю, что девчонки когда смотрят вышивки, да подружки живьем, обязательно посмотрят изнанку, ну как без этого, но сейчас о другом, и вот я когда гладила, попшикала канву из распылителя, для того чтобы тут немало того пара, который из утюга шел, я дополнительно ее увлажнила, и прошлась вот так вот утюгом, а потом пока она еще была горячая, вот так руками дотронулась, и знаете, почувствовала вот, что она пропитана каким-то составом, который прилипает, немножко вот так вот прилипает к ладошкам, когда она высохла, она перестала быть таковой, но свою деревянность не потеряла, видите, она такая плотно очень держит, ну этим и славится, канва Dimensions сборки Китай, китайцы любят чем-то таким пропитывать канву, если честно, я не уверена на 100%, что это канва 100% катон или хлопок, ну, вы понимаете, да, мне кажется, все-таки что-то в ней есть такое вот, ну, не Цвайгард, конечно, однозначно, но канва неплохая, плотненькая, как я уже говорила, я не увидела какого-либо смысла в замене этой канвы, потому что, ну, тут совсем мало, вот здесь вот пустыни, зашивающиеся участки, здесь, и будет вот участок вот здесь еще, все, остальное у нас зашивается полностью, вот эта стенка тоже у забора, это крестиком там вышивается, вообще-то уже работы будет немножко побольше, поэтому, ну, не вышиваю я на равномерке, хотя подруга у меня сейчас, мы с ней мини-совместник делаем, она вышивает на равномерке, тоже очень прикольно смотрится, но она вышивает не по набору, поэтому ей, в принципе, без разницы, проще, наоборот, взять равномерку, потому что в запасах она есть, про бэкстич я не сказала, бэкстич, вот я делаю сразу, ну, как сразу, вот вышел этот логический участок, и приступила к бэкстичу, он у меня занял не очень много времени, не весь вышивальный день даже, хотя день у меня такой вышивальный, как правило, разорванный, я там утром 20 минут могу повышивать, в обед там полтора часика, и вечерком, уже побольше, это был у меня выходной, и этот бэкстич меня абсолютно не утомил, он очень логичный, он очень структурированный, если можно так сказать, ну, короче, я люблю бэкстич у Дим, он очень продуманный, и здесь нет вот этих никаких дробей, вот тут есть моменты в веточках, где он вышивается в три сложения, в основном это черный цвет, угольный цвет, и вот как видите в окошках, здесь идет белым цветом бэкстич, в два сложения, очень интересное исполнение, он делается, сперва делался у меня черный бэкстич, в решетках, а потом, рядышком, как бы вот не поверх, а именно чуть-чуть рядышком, я делала бэкстич, уже в две нити белого цвета, и вот даже на схеме, я сейчас вам покажу один момент, вот посмотрите, даже на схеме это прекрасно видно, красный бэкстич, красные линии, это как раз обозначается бэкстич белого цвета, белого или светло-серого, вот как здесь синий, видите, он даже на схеме идет как бы рядышком, он не идет между символами, а как бы немножко перекрывая символ, но это сделано для того, чтобы не перекрыть уже вышитый, темный бэкстич, мне было делать его очень интересно, и я не стала его как-то дробить, потому что, ну как по замыслу дизайнеров, наверное, он показывает отблеск света, или, ну да, света либо из окон, либо солнечного света, который как бы немножко отражается на этих решетках, и другую сторону решетки, которая в тени тоже видно, это черный бэкстич, в общем, я не дробила его, просто вышивала такими длинными линиями, ну, насколько длинными, там максимум 5 стежков длинны, ну, а здесь уже доски, здесь самый простой бэкстич, просто вышивай себе прямые линии и вышивай, единственное, что меня немножко смутило, и если бы я была перфекционисткой, то я бы жутко переживала, это бэкстич вот на этой крыше, я его сделала четко по схеме, видите, здесь белые крестики немножко выступают, но знаю, что есть люди, которых это бы сильно напрягло, и они бы заморочились там четверть крестиками, но меня вот в целом эта картина устраивает, она точно такая же и здесь на обложке, вот видите, обратите внимание, ну, похожая, короче, я не стала заморачиваться, вот она схема, тоже тут как бы немножко такая ломаная линия, и вот эти вот белые крестики, в общем, как получилось, так и получилось, тем более крыша, знаете, домик старый, викторианский, он не обязан быть супер, супер ровным, супер красивым, в плане геометрии, поэтому все бывает, сами понимаете, что еще, да, в общем-то, наверное, и все, как всегда, меня восхищает продуманность Дима, вот смотрите, вот эту часть, я вышивала последний, если посмотреть на схему, тут ничего не понятно, что, где, потому что без бэкстича, а тут уже мне стало понятно, что здесь какие-то чердачные окошки, продолжение крыши, ну, и, соответственно, зелень, вот, кстати, зелень мне напомнила, знаете, мазки, когда кистью делает художник, мазки, и следы кисти, вот, что она состоит из волосков, видны, да, вот, так же и эффект полукреста дает, вот этот же момент, здорово, очень здорово, я, я просто наслаждаюсь, просто, замечательный процесс, никаких проблем, очень легкий, и, буквально, не хочется от него отрываться, очень желаю вам, чтобы ваши процессы приносили вам огромное удовольствие, чтобы они вас не отпускали, чтобы в голове всегда роились какие-то мысли, и по поводу проектов, и по поводу времени, которое хочется как-то где-то выкроить на эти проекты, ну, знаете, как, было бы желание, а все остальное приложится, а на этом я с вами прощаюсь, желаю мега вышивального вдохновения, творите красоту, ну, а с вами была Светлана, до новых встреч в эфире, пока, друзья.